Долгий путь к Тере. Развитие боевых лазеров про СССР. В 1965 году несколько научных, проектных и производственных организаций СССР начали работу в рамках программы Тера. Целью последней являлось создание перспективной системы противоракетной обороны, поражающей цели при помощи лазерного луча. Активные работы и полигонные испытания продолжались до конца 70-х годов. За полтора десятилетия специалисты успели создать и построить научно-экспериментальный комплекс Тера-3, полигон Сары-Шаган, а также провести несколько вспомогательных исследований и проектов. Лазерный локатор. Идея создания лазерного локатора для точного определения координат воздушных или иных целей появилась еще до старта Терекп. Вымпел занялось этой тематикой в 1962 году. В сентябре 1963 проект под обозначением Л-1 получил одобрение военно-промышленной комиссии, которая постановила построить опытный образец такого локатора. Затем вымпелы Государственный оптический институт выполнили проектирование, и во второй половине 70-х на полигоне Сары-Шаган началось строительство объекта, комплекс Тера-3 в представлении американского художника. По-видимому, зарубежные аналитики приняли замеченный локатор Л-1 или телескоп ТГ-1 за боевой лазер. В соответствии с предложенной концепцией, первоначальный поиск целей должен был осуществляться радиолокатором. Затем в работу включался лазерный локатор, отличающийся большей точностью измерений. Данные с локатором Л-1 должны были поступать различным потребителям. После старта программы Тера в их числе оказался и боевой лазер. На стадии разработки и опытов проект Л-1 столкнулся с трудностями. Расчетная мощность лазерного излучателя должна была достигать 1 кВт, однако имеющиеся изделия были гораздо слабее. Были проведены опыты с лазером и каскадом усилителей, но после определенного усиления луч начинал разрушать элементы такой системы. Альтернативой стала батарея с 196 лазеров с энергией 1ДЖ, работающих поочередно. Передающее устройство такого локатора представляло собой сборку из 196 отдельных лазерных элементов с собственными оптическими приборами на каждом, размещенных квадратом 14Х14. Для них пришлось разработать особую электронную систему управления. Схожим образом выглядело и приемное устройство, имевшее 196 фотоэлементов. Телескоп ТГ-1 из состава локатора. В 1969 году работы ПАЛ-1 передали в ЦКБ Луч. В этот же период предприятие Лома разработало специальный телескоп ТГ-1, предназначенный для работы в составе лазерного локатора. Продолжалось создание средств управления и обработки данных. В 1973 году началось строительство опытного локатора. В следующем году ЛА-1 и ТГ-1 приступили к работе. Испытания начались с отслеживания и сопровождения самолетов на дистанциях порядка 100 километров. Затем целями для локатора стали баллистические ракеты и космические аппараты. Различные исследования и испытания с применением ЛА-1 продолжались до конца 80-х годов. Средняя мощность излучающей части локатора ЛА-1 составляла 2 киловатта. Дальность обнаружения и сопровождения до 400 километров. Точность определения координат достигала нескольких угловых секунд. Ошибка по дальности менее 10 метров. Взрывающийся лазер. В 1965 году несколько ведущих научных организаций начали исследования в области фотодисационных лазеров, FDL. Достаточно быстро выяснилось, что рубиновый FDL с оптической накачкой не может показывать высокую мощность излучения. Для решения такой задачи предложили использовать сочетание оптической накачки большой мощности и энергии фронта ударной волны в ксеноне. Почти сразу работы по взрывным FDL, VFDL, включили в программу ТЭРа. Излучатели лазерного локатора ЛА-1. Во второй половине 60-х в НИЭФ, ФИАН и ГОИ разработали и испытали целый ряд VFDL разных конструкций и мощностей. Эти изделия объединял принцип действия. Кроме того, общей чертой была одноразовость. Взрыв обеспечивал накачку активной среды, но разрушал конструкцию. Путем различных изменений конструкции, подбора материалов и оптимизации конфигурации удалось получить лазер с коротким импульсом мощностью в сотни килоджоулей. Конструкция VFDL отличалась простотой. Лазер получал трубчатый корпус необходимых габаритов, внутри которого помещались заряды взрывчатого вещества. В корпус закачивался газ, выполняющий функции активной среды. На торцах корпуса внутри находились зеркала оптического резонатора. Испытания проходили VFDL диаметром до 1 метра и длиной до 20 метров, дававшие максимально возможную мощность. Испытания VFDL проводились с конца 60-х годов. В начале 70-х удалось наладить малосерийное производство в интересах перспективных программ. Существовало, как минимум, три серийные модели. Наиболее крупным было изделие AF-1200 с энергией излучения 1МДЖ. С применением подобных устройств и аналогичных систем меньше мощности велось изучение воздействия лазерного луча на различные материалы. Лазер на комбинационном рассеянии. Уже на первых стадиях разработки VFDL стало ясно, что такие изделия пока дают неприемлемое рассеивание излучения, не позволяющие доставить достаточную энергию в заданную точку цели. Взрывной фотодиессационный лазер FOT-32. Основным блоком лазера с ВКР должен был стать излучатель с активной средой в виде жиженного газа. Для оптической накачки использовали два VFDL. Вскоре были разработаны несколько типов двухкаскадных лазеров с ВКР. Для них пришлось с нуля создавать некоторые компоненты, как элементы конструкции, так и оптические системы. В 1974 году первые образцы этого семейства с литерами H отправились на полигон. Найлучшие результаты были получены на лазерах H5T и H7T. Первый из них показывал энергию 90КДЖ и выдавал луч диаметром 400 мм. КПД-систему составил 70%. Изделие H7T с более высокими характеристиками предлагалось использовать в составе будущего научно-экспериментального комплекса ТЕРА-3. Электроразрядные лазеры. Лазер типа VFDL был одноразовым и достаточно дорогим. В 1974-75 годах проходили испытания альтернативные системы, имевшие некоторые преимущества. В НИЭФ создал так называемый взрывомагнитный генератор и специальное устройство, преобразующее энергию взрыва в короткий и мощный электрический импульс. VFDL с таким генератором был существенно дешевле взрывного, а кроме того, излучатель не уничтожался при работе. Экспериментальный электроионизационный лазер 3D-01. В 1974 году прошел испытание электроразрядной VFDL с взрывомагнитным генератором с мощностью излучения 90КДЖ. Вскоре в ЦКБ ЛУЧ появился проект двухкаскадного ВКР-лазера, в котором VFDL для накачки заменялись электроразрядной системой. Такая архитектура позволяла получить характеристики не ниже, чем у изделий H5T и H7T. Электроионизационный лазер. В середине 70-х ЦКБ ЛУЧ в инициативном порядке изучила еще один вариант высокоэнергетического лазера. В немионизация газообразной активной среды осуществлялась электронным пучком. Расчеты показывали, что электроионизационный лазер будет показывать определенные преимущества перед прочими. В 1976 году ЦКБ ЛУЧ построила опытный лазер 3D-01. Это изделие развивало мощность излучения 500 кВт. При этом оно могло делать до 200 импульсов в секунду. Впрочем, инициативный характер разработки не позволил ей найти подобающее место в программе ТЕРА. ТЕРА-3. Строительство полигонного научно-экспериментального комплекса ТЕРА-3 началось в 1969 году и заняло несколько лет. По мере разработки и выполнения строительных работ проект НЕК ТЕРА-3 неоднократно дорабатывался. В первую очередь, вносились и реализовывались разные предложения, касавшиеся типа используемого лазера. Заброшенный комплекс ТЕРА-3, 2008 год. Изначально в составе ТЕРА-3 предлагалось применять ВФДЛ, и оснащение комплекса создавали именно под такую аппаратуру. Позже проект пересмотрели, внедрив электроразрядный лазер высокой мощности. Впрочем, ТЕРА-3 не получила и такое вооружение. На полигоне Сары-Шаган был построен опытный комплекс неполного состава. В нем присутствовали локатор, средства обработки данных и управления и т.д. На НЕК успели смонтировать установку для лазера с устройствами наведения, однако сам излучатель так и не появился. В конце 70-х годов программу лазерной просвернули в виду наличия ряда неустранимых проблем, а комплекс ТЕРА-3 продолжили использовать в недостроенном виде. Целью программы ТЕРА было создание перспективного лазерного комплекса стратегической противоракетной обороны, способного прикрывать важные объекты от атаки с применением различных вооружений. Такая задача не была решена, и даже опытный образец не удалось достроить. Однако научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы потери позволили серьезно продвинуть вперед отечественную науку и технику. Значительная часть наработок потери впоследствии нашла применение в других проектах лазерных систем разного назначения.